В функции MeshFusion уже продолжительное время есть ZBrush, мне бы просто хотелось напомнить, как она работает. Открываю Lightbox и выбираю DemoHead. Перехожу на самый первый уровень сабделов, остальные удаляю кнопкой DaleHire. Выделяю и удаляю сабтул глаз. Мы будем использовать MeshFusion, чтобы объединить два разных объекта вместе. Отключаю симметрию и нажимаю Ctrl-Shift-Alt и областью выделения временно прячу одну половину головы. Затем использую Slice Circle с активными кнопками Square и Center, чтобы круг был идеальным. Держивая Ctrl и Shift, создаю окружность на голове. Вторая половина головы невидима, чтобы окружность не спроецировалась на нее. Теперь можно сделать ее видимой. Полигруппу можно сделать и любым другим способом, например, замаскировать и нажать Ctrl-W. Это на ваше усмотрение. Итак, есть круглая полигруппа и я выбираю Insert Kist, Insert Primitive Edge. Edge означает, что обратная сторона инсерта имеет отверстие. Можно выбрать любой элемент. Выбираю Insert Edge Sphere и добавляю над круглой полигруппой. При этом расстояние от полигруппы значения не имеет. Я могу даже значительно отдалить Insert. При этом не должен быть включен Dynamesh, так как он будет срабатывать вместо Mesh Fusion. Затем я удерживаю Ctrl и левую кнопку мыши, провожу мышкой по пустому пространству два раза, после чего происходит слияние полигруппы и инсерта. Повторим это с другим инсертом. Нажимаю M и выбираю Edge Cylinder и добавляю его над серединой полигруппы. Применяю Mesh Fusion и объекты сливаются. Помните, что форма геометрии будет разной, в зависимости от включенной или отключенной кнопки Smooth возле Divide. Нажимаю Div, выбираю Always Yes. Активирую динамические саб-дивы. И как вы видите, получилось очень аккуратное слияние геометрии цилиндра с головой. При этом это работает с любой формой и соотношением количества полигонов. Хорошо, когда подходит форма и количество полигонов по краям объектов. Результат будет более аккуратный. С помощью Select Class выделяю верхнюю поверхность цилиндра. Делаю отдельной полигруппой нажатием Ctrl plus W. В кистью Z-Modeller добавляю полигоны по внешнему краю. Выбираю полигон и выбираю Inset Polygroup, Island и Inset Region. Сдвигаю полигоны к центру, делая промежуток шире. Активирую кисть IMM-Boolean и выбираю ее элементы. Мне нравится Port Assess, но к сожалению, если его добавить, то видно, что на обратной стороне нет отверстия и он двусторонний. Поэтому надо его доработать под Mesh Fusion. Выхожу из режима Edit и очищаю сцену. И добавляю любой Simple Tool, например, Ring 3D. Включаю Edit и делаю его полимеш 3D. Есть много вариантов добавить на его место выбранный Insert Element. Использовать кнопку To Mesh или Mesh from Brush. Также можно нажать W и начать скроллить инсерты на верхней панели и выбрать нужный инсерт. Нажимаю Ctrl-Shift и областью выделения скрываю нижнюю половину. Можно сократить видимое выделение кнопкой Shrink из Visibility или ее хот-кейм Ctrl-Shift-S. В результате получается элемент с открытыми гранями сзади. Удаляю спрятанную геометрию с помощью Dale Heiden. Перехожу на фронтальный ракурс и из палитры кистей нажимаю Create Insert Mesh. Или можно из меню Create нажать Create Insert Mesh. Создаю новую кисть и возвращаюсь к голове. Нажимаю F восстанавливаю ракурс. Добавляю инсерт из центра полигруппы и можно сдвинуть его немного наружу. И применяю Mesh Fusion. К выделенному ребру выбираю Insert и Single Edge Loop. Кликаю по нему с нажатым Alt и вся цепочка удаляется. К ребру на грани применяю Bevel и Edge Loop Complete. Выбираю вертикальное ребро, применяю Insert Multiple Edge Loop с опцией Interactive Elevation и Resolution. Этим скругляю грань. Применяю Bevel и Edge Loop Complete. Затем Insert Multiple Edge Loop и вдавливаю грань внутрь. Можно использовать любой полимоделинг, а после добавления сабдивов получается очень аккуратный вид модели. Круглый инсерт тоже можно модифицировать с помощью Mesh Fusion. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...